Светлана спасатель-кинолог. Говорит, что воспитанием собак увлеклась еще в детстве, а серьезно стала заниматься около 10 лет назад. Тренирует и свою собаку и других четвероногих. Кстати, подопечную Светланы зовут Афина, ей 5 лет. Первый год своей жизни она была в активном тренинге, обучалась по разным направлениям. С года она постоянно применяется в реальных поисках. Собака многопрофильная, как я уже упомянула, она работает как поиск живых людей, любых живых людей пропавших, как правило, безлюдная местность, какие-то лесные массивы и так далее. Также и собака обучена работать по поиску тел погибших. Все собаки, участвующие в поисках, проходят обязательное обучение. Они существенно экономят временной и человеческий ресурс. Там, где поисковики проходят группой по 4-5 человек, с собакой работает пара кинолог-сопровождающий. Четвероногий также эффективен при обнаружении человека без сознания, когда тот не подает голос и его можно просто не увидеть в густой растительности или под завалами сооружений. В основном мы идем по пути отсечения каких-то версий. По большому счету путем исключения. Мы предполагаем, человек мог бы быть там, потому что у нас есть какие-то водные. Мы обследуем этот квадрат, мы убеждаемся, что там никого нет. Мы отсекли и эту зону, и эту версию. Тем самым мы сужаем и круг версий, и зону поиска. И так, постепенно, сужая, 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 мы увеличиваем шансы обнаружения. Но, к сожалению, не всегда возможно обнаружить. Наша съемочная группа вместе с командой поисковиков отправилась на операцию. Признаться честно, прочесывать квадрат в 30-градусную жару и в высокой траве очень непросто. И собачий нюх в таких местах просто необходим. А вы домик видели? Да. И такие объекты встречаются в, казалось бы, совсем глухом месте. Человеку, который занимается поисками пропавших, необходимы мужество и отвага, потому что никто не знает, какая ждет опасность. У Юрия и его жены три воспитанника. Викинг самый старший. На счету лабрадора 9 лет службы в МЧС специализируется в поиске живых. Грому и Марте по 6. В этом году у Грома три нахождения неживых. У Марты одно нахождение неживого, одно полнахождение мы говорим. Это то, что я рассказывал, когда она в лесу нашла живого человека. Но это оказался не наш потеряшка, поэтому мы так ей записываем полнахождение. Для наглядности мне предложили спрятаться. На опушке возле леса я нашла большой куст и укрылась под ним. Пригнувшись и подготовив телефон, чтобы снять момент нахождения, ждала своего спасителя. Сейчас посмотрим, насколько быстро поисковые собаки найдут меня в этом лесу. Немножко страшно. Вик справился довольно быстро. За считанные минуты он появился рядом. Подавал сигнал до тех пор, пока за мной не пришли спасатели. Эксперимент удался. Гром и Марта тоже выполнили задание, даже несмотря на жару. Поиски пришлось прекратить. Животные в такую погоду начинают дышать через пасть. А это значит, что учуют человека, они вряд ли смогут. Кстати, если кинолог сказал, что собака устала или ей жарко, значит поиски должны остановиться. В противном случае пострадает качество работы. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова